Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. С 22 по 25 февраля в Московском Манеже пройдет суперфинал пятого конкурса управленцев «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия. Страна возможностей». В числе суперфиналистов 10 представителей Самарской области. Какие возможности открывает конкурс? Как стать участником конкурса «Лидеры России»? В нашей студии Дарья Игнатенко и Павел Корчагин. Победители окружного финала конкурса «Лидеры России». Участники суперфинала. Дарья, Павел, здравствуйте и спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте. Ну и я в начале программы предлагаю на «ты», потому что, наверное, современным управленцам так проще, да и мне, откровенно говоря, так будет намного проще общаться. Да, да, конечно. Вот расскажите тогда для начала себе, кто начнет, Павел, ты или Дарья, может быть, «Леди из фёст»? Как начали работать? Почему пришли на этот конкурс? Потому что на самом деле это конкурс для руководителей. И вот я когда сижу, смотрю на гостей, на таких, но, откровенно говоря, на вот руководителей, ну, вы не очень похожи, уж не обижайтесь. Дарья, вот не обижайся, ты, например, сидит симпатичная девушка. Ну, на конкурс пришла как? Я узнала от знакомых о том, что такой конкурс есть и решила попробовать свои силы. И вот с первого раза, с первой попытки дошла до финала и в финале я оказалась победителем. А ты в какой отрасли работаешь? Ты ведь руководитель. У тебя сколько человек под твоим управлением находится сейчас? Да, я руководитель проектной организации, и у меня порядка 30 человек подчиненных. А как давно? Вот ты как давно, ты начальник, скажем так, есть такой термин, вот как давно ты, ну, небольшой начальник, но такой средний начальник, вот когда села в кресло начальника? На самом деле достаточно давно. Изначально у меня юридическое образование, я занималась частной юридической практикой и работала в компаниях и возглавляла там юридический отдел. И в 21-м году я после смерти своего отца вынуждена была, вынуждена была занять кресло руководителя проектной организации. И так увлеклась, что я чувствую, что я на своем месте. То есть это на самом деле, вот как бы с одной стороны стечение обстоятельств определенных, которые толкнулось, с другой стороны, базовое образование юридическое или есть еще какое-то? Юридическое, да. То есть вот, ну, на самом деле оно, говорят, как бы идеальное, потому что ты можешь руководить чем угодно законы, знаешь? Да, да. Ну, поскольку у меня семья потомственные проектировщики, я себя считаю потомственным проектировщиком, мой дед проектировал ВАЗ, КАМАЗ и Жигулевскую ГЭС. Поэтому мама проектировщик, да, родители, и я вот вошла, я с детства росла вот в этой сфере, поэтому мне легко было войти. А, кстати, вот такой вопрос, насколько сложно, вот понятно, что ты из семьи проектировщиков потомственных, но по базовому образованию ты юрист, и у тебя была юридическая практика. Насколько сложно возглавлять проектную компанию, будучи все равно непрофильным специалистом? Потому что, с одной стороны, ты не знаешь детали определенные, это первое, и тебя где-то, уж не обижайся, легко обмануть. С другой стороны, надо завоевать уважение подчиненных, потому что они в тебе видят начальника, руководителя юриста, но не того человека, который знает вот все мелкие детали профессии. А надо же в этом разбираться? На самом деле, разбираться в тонкостях самого процесса проектирования, это не настолько важно для руководителя. Я хочу сказать, что я закончила Тольяттинскую академию управления, и нас выпускали управленцы в первую очередь, уже по специальности юриспруденция, экономика. То есть, по факту, у меня уже набор вот этих знаний, он был после вуза. А потом, когда работала уже, вот, ну, юридическая практика была, соответственно, ты набралась. Павел, вот расскажи о себе. Ты руководишь, насколько я знаю, работаешь на руководящей должности в крупной IT-компании? Да. Ну, да. Вот как получилось, как получилось, то есть, какое базовое образование? Мне просто интересно, как люди приходят, как люди становятся, вот два вопроса, как люди становятся начальниками, руководителями, и как люди затем приходят на этот конкурс «Лидеры России», потому что это очень серьезный федеральный конкурс, на мой взгляд, кстати, недооцененный где-то. Первое, отвечу кратко, расскажу краткую историю своей, скажем так, карьеры профессиональной деятельности, и тогда будет понятен трек в целом. С детства у меня была убежденность, что я хочу, как бы, достигать чего-то большего, и, как правило, это, ну, там, возможно, с помощью каких-то личных достижений в спорте. И с 13 лет я занимался спортом профессионально, по-моему, в 16, да, я был самым молодым мастером спорта по спортивному ориентированию, и параллельно легкой атлетикой занимался. Но в какой-то момент, ну, наверное, это какая-то зрелость психическая произошла, я понял, что спорт для меня, это больше, как бы, некое соревнование, скажем так, эго, да, где я лучший, я первый, но вот именно эстафетные соревнования, когда у нас они были, но их было меньше. Они мне нравились больше, потому что это была, как бы, командная динамика, это взаимодействие, вот, и хоть там чаще всего занимал лидирующую позицию в нашей команде, но им нравился сам формат, больше, чем личное выступление. И, соответственно, поступив в училище Олимпийского резерва, я в какой-то момент понял, что спорт, наверное, все-таки это не то, где я реализуюсь. То есть это хобби, скажем так, полезное, хорошее, классное, но хобби. Да, и, соответственно, начал потихоньку строить свою карьеру, пошел в Макдональдс, там довольно быстро начал развиваться, то есть для меня не было какой-то конкретной задачи в виде отрасли, для меня был важен именно рост моих компетенций. То есть ты от Сахи такой, вот, как бы, барин от Сахи, то есть ты прошел... У меня мама лаборант, да, хоть и очень хороший, и, скажем так, лучший в своем деле на своем предприятии, но это линейная, скажем так, должность и определенное мировоззрение. Отец тоже был в химии и в производстве, тоже в основном, там, ведущий слесаря, там, по ремонту и так далее. Вот, то есть в этом плане я, скажем так, родился и рос в обычной семье. Ну, то есть без серебряной и золотой ложечки в рту. Ну, да, 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 я знаю, что это такое, но нет, у нас на кухне были обычные... Ну, это ты сейчас знаешь, это ты сейчас знаешь, да, 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 да. А как бы понятно. И, соответственно, пошел в автобизнес, и в автобизнес очень быстро рос по карьере, опять же, за счет целеустремленности, это у нас в крови, в семье. Дед у меня в свое время тоже определенных успехов и на Великой Отечественной войне достиг, и в целом был такой интересной личностью, он писал обеими руками. Узнал все страны, все столицы еще тогда, там, в сороковые, в пятидесятые годы. То есть, ну, тоже отчасти уникальная личность, мы как семья им гордимся, там, жалко, что ушел в 78 лет. Ну, не во время Великой Отечественной, да. И, соответственно, начал развиваться, получил управленческую позицию, руководил тремя отделами продаж в автобизнесе, в дилерских предприятиях. Вот, но все-таки хотелось реализовать мечту детства, ближе быть к какой-то инженерной составляющей, то есть, что-то изобретать, в том числе, там, самому и, там, вносить какой-то вклад. Я увидел это в IT, перешел в IT три года назад, по сути, снова начал с самой нижней позиции, условно, просто с менеджера по продажам, ну, и благодаря результатам и целеустремленности достигаешь каких-то высот. Вот, образование... Да, образование, потому что, вот, как бы, и в Макдональдсе пахал, что называется, и в автобизнесе пахал, и потом в IT, то есть, вот здесь какое образование? Да, образование первое, это два года в училище Олимпийского резерва, потом перешел в ТГУ на физику, нанотехнологии, чтобы, как бы, познать инженерное дело. Однако, как жизнь до тебя бросала, то есть, республикан, руор, а потом сразу ТГУ, физика и нанотехнологии, так. Да, ну, там три года отучился, все было хорошо, но так как совмещал работу и учебу, и спорт, пытался все-таки еще немножко заниматься уже больше, как любитель. Было тяжело и не было заочки, поэтому в какой-то момент просто перешел в Ранхикс на заочную, на менеджмент организацию, что, опять же... Ранхикс это Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации, да. И ее окончил? Да, там оконченная выше, менеджмент организации, управление конкурентноспособностью. Вот, то есть, поэтому, в принципе, для меня управление продажами, маркетингом, это профессиональная деятельность. Ну, ты все это трогал руками, что называется. Конечно, да. И, как бы, знаешь... Я всегда иду с самого низа и наверх, то есть, в этом плане у меня противоположная позиция с Дарьей в плане истории, но... Да, кстати, вот интересное дополнение, такие, да, такие вот противоположные истории. Ну, я считаю, что оба трека, на самом деле, возможны. Там, как говорил Безручка, Павел, это один из методологов конкурса, что важно, то есть, важны все составляющие. И опыт, и знания, но и целеустремленность, то есть, мотивация. И в этом плане мы иногда достигаем большего, чем, ну, сами даже рассчитываем за счет мотивации. С Дарьей я уже знаком в процессе участия в финале, вот, и она, да, она такой человек, который фору даст по мотивации многим. Я чувствую энергетику, на самом деле. А, кстати, вот тогда, уважаемые гости, вопрос такой. А зачем вам это? То есть, зачем вам вот этот конкурс «Лидеры России»? Почему? Два успешных человека, вот, два молодых, успешных, образованных руководителя, которые совершенно понятно востребованы. Там, тем более, у одной собственной бизнес, там все тоже, как бы, примерно понятно. Тоже отрасль IT, которая вот сейчас только растет, растет, и там тоже все. Зачем тратить время на это? Зачем тратить силы? То есть, вот, зачем туда вообще идти, когда можно работать и деньги зарабатывать? Потому что это сообщество. Это сообщество заряженных людей с горящими глазами, с идеями, которые хотят, которые могут сделать Россию лучше. И это прекрасно, что мы находим друг друга, объединяемся. И вот пример, что на региональном этапе у нас был проект, и мы знаем, что он реально пошел в работу нашему губернатору. И это прекрасно, и это чудесно. То есть, вот тот проект, который разработан, потом пошел в работу? Который на регионе был разработан, да, он реально пошел в работу губернатора. Классно. Павел, зачем тебе это нужно было? Я, наверное... Занимался бы продажами, рубил деньги, так сказать, двигал людей, заставлял работать. Ну, нормально для мужчины вообще, отлично делал. Здесь есть две составляющие. Первая – это личный вызов. Так. То есть, ну, как в условном спорте. Ты смотришь, на что ты способен. И в то же время я поддерживаю позицию относительно нетворкинга и соучастия к любимому региону. Потому что я мог заявиться от Москвы, так как живу сейчас большую часть в Москве времени. Но заявился от малой родины, потому что, ну, хочется, так сказать, если выиграть, то выиграть в среде участников Самарской области. А второе, на самом деле, это некая случайность. Я, ну, всегда признаю случайность, в том числе и в продажах. Нельзя отрицать, что есть определенная удача. И в этом ключе у моей удачи была старшая дочь. Она просто сказала, папа, давай попробуй, вдруг ты станешь новым президентом. Она, конечно, это говорила... Классно. Кстати, интересно, вот люди, которые руководят, которые сами реально занимаются реальным делом. Вот не болтуны, как я их называю, которые бегают там, а реальным делом. Они все говорят же, что это очень тяжело. Потому что понимают, какая ответственность. Это важнейший момент. Так дочь или кто еще? Дочь сказала, давай, я не мог ей сказать нет. Мы же должны делать, как сказать, что-то такое, чем дети будут гордиться. То есть для меня это действительно важно, чтобы дети не просто, как сказать, подчинялись нам, как родителям, а чтобы они видели в нас личности, на которых они могут опираться, брать пример. Ну и не только наши, мы же, по-моему, ты же тоже ходила на уроки лидерства. То есть в этом плане не чужих детей, но свои, конечно, всегда немного ближе. А, кстати, сколько у тебя человек в подчинении? У меня сейчас небольшой коллектив, порядка 12 человек. 12 человек. Вот просто всегда интересно, когда я разговариваю с руководителями, это такой интересный вопрос. Сколько времени потратили на участие в этом конкурсе? Потому что понятно, что есть работа основная, и на основной работе, так сказать, никто поблажек не сделает. То есть иначе дело-то начнет трещать. Этого нельзя допустить, особенно сейчас. Времена-то такие, на самом деле, непростые. Сколько времени потратили на участие в конкурсе? Насколько это затратило? Нужно было собрать информацию, поговорить с людьми, объездить несколько внутри региона небольших муниципальных образований. То есть работа была довольно большая. То есть это было погружение очень серьезное. Ну и, конечно, сам финал. Это три дня абсолютного погружения с утра и до вечера. Когда ты решаешь кейсы, когда непосредственно идут вот эти оценочные мероприятия. — Кейсы, это мы для зрителей объясним, это практические такие задания. То есть это такие практические задания. То есть это не теоретическая задачка какая-то, а это задачка практического характера. — Да, верно. — Да, чтобы... — Верно, верно. — Это где происходило все? — Финал был в Нижнем Новгороде. — Финал в Нижнем Новгороде. Ну, понятно, в столице ПФУ. А у тебя вот так же примерно все было? — Да, я, кстати, считал даже трудозатраты. Но это войти у нас в нормальную историю. — Вот он, руководитель. Отлично, молодец. — Да, получается, что для того, чтобы пройти первый этап, то есть подать заявку и пройти первичный отбор по анкете, получается порядка четырех часов у меня ушло на то, чтобы хорошо заполнить анкету, записать видео. Потом управленческие кейсы можно было заявлять решенные задачи, у меня на них времени не было, там тоже, я думаю, часа где-то два-четыре нужно потратить, то есть восемь часов на то, чтобы заявиться. Потом, соответственно, проходит отбор, выбираются лучшие по анкетам. Дальше мы идем в тесты, то, что говорила Дарья. Тесты, они суммарно заняли порядка двенадцати часов все вместе, вместе с подготовкой, с просмотром видео, правила и так далее. Следующий этап. Мы отобрались на финал и делали региональный кейс, но мы были в разных командах с Дарьей. У нас, ну вот лично у меня ушло где-то 12 часов на всю эту работу, у коллег больше, ну по их словам там в районе 18-20 часов, чтобы подготовить это все. И, соответственно, да, финал, он получается чистых три дня, но мы еще к нему в любом случае готовимся, там пока билеты купишь, пока правила новые, на каждом этапе новые правила, правила поизучаешь, одно, второе, третье, то есть там тоже где-то часов десять тратишь до самой этой поездки и потом, соответственно, поездка три дня. То есть суммарно, если посчитать, да, это довольно большой объем человека часов, но это стоит того. — Это того стоит, я согласен, это того стоит, потому что, конечно, опыт колоссальный, ну и, конечно, в резюме очень такая красивая-красивая запись. Я сейчас предлагаю сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, он будет касаться как раз вот в том числе того, как можно поделиться вашими знаниями, потому что вы, на самом деле, и обладали огромными знаниями, понятно, огромный практически опыт людей, которые вот, ну, делают реальное дело, производят реальные продукты. Плюс вы получили дополнительные знания, и вот сейчас поговорим после сюжета о том, как вы ими делитесь. Давайте посмотрим. Они пришли, чтобы поделиться информацией и рассказать школьникам о том, что такое ценности, какие они бывают и как влияют на принятие решений. Самарские финалисты конкурса «Лидеры России» ведут работу с подрастающим поколением. Уроки проводят для учащихся седьмых-одиннадцатых классов. Самой важной ценностью урока ценностных ориентиров является донести до ребят важность понимания, что ценности определяют каждый выбор нашей жизни и являются некой путеводной звездой. Это в этом возрасте очень важно осознавать им для того, чтобы принимать верные решения. Для ученицы десятого класса школы 24 Даны Пикулиной жизненные ценности – это взаимопомощь и крепкая семья. По словам школьницы, если в этом не разобраться, можно совершить много ошибок. У всех ценности бывают совсем разные. Кто-то может, допустим, думать о крепкой семье и только на нее полагаться. Кто-то может полагаться на карьеру, на другие личностные качества. Детям важно знать, какие могут быть их пути жизненные, как они могут по ним действовать, что вообще нужно и важно знать, какие моральные ценности нужно у себя находить. По словам советника директора по воспитанию школы 24 Юлии Цедыповой, невозможно воспитать достойного гражданина страны, если с малых лет не говорить и не обсуждать с детьми важные жизненные аспекты. В связи с тем, что постоянно происходят какие-то экономические и политические изменения, понятно, что и молодежь очень быстро меняется в связи с этими изменениями. И в какие-то моменты молодое поколение теряет вот эти вот духовные связи с традициями, с культурой народа. Мастер-классы от лидеров России проводятся по всей стране. Чтобы их проводить, спикеры проходят специальное обучение. Материалы и презентация разрабатываются и проверяются федеральными экспертами. Итак, уважаемые гости, вот посмотрели мы сюжет, он как раз о том, как люди делятся своими знаниями. Вот вы с кем-то уже делились тем накопленным опытом жизненным, который вы получили и как бы в своей практической жизни, и благодаря вот этому конкурсу? Да, конечно. После победы в финале меня приглашали, меня приглашали в Международный институт рынка здесь в Самарской области, в самом городе Самаре. Я дважды проводила мастер-классы. Так. А начало, какая тема, о чем? Тема была профессиональная, то, что касается юридической деятельности, то есть как это на практике. Но при этом те знания, которые были получены на конкурсе, в частности в отношении ценностей жизненных, так или иначе они транслировались. Со скольниками, с кем-то... Это были студенты, студенты первого, второго, третьего курса, и также были абитуриенты, которые выбирали свой дальнейший путь, и как раз они стояли перед выбором, куда им пойти поступать. Кстати, какое они впечатление произвели? Очень заинтересованные люди, что я была приятно... Просто сейчас вот часто ругают молодежь, глупые, ленивые, нет? Молодежь задавали правильные вопросы, слушали, и было очень приятное живое общение. Куда ходил? С кем общался? Кого учил? Кому вот передал? Тут ведь важно, что у вас есть практика, у вас есть авторитет, они от вас не зависят, и как бы ваше слово, оно где-то может быть даже более ценное, чем преподаватели. Как вот неудивительно. Вот к кому ходил? Я в школу не ходил, и меня... Так, а куда? Да, засчитал, что я условно заявился от Самарской области, а живу в Москве, да, у меня с этим есть определенные трудности. То есть... Кому тогда передавал? Передавал, во-первых, проводил мастер-класс, опять же, коллеги из Таволги приглашали на мастер-класс для муниципальных служащих Самарской области. На тему работы со стрессом. Там определенный, скажем так, определенный опыт уже даже, а не знание, который был получен на оценочных мероприятиях, потому что, по сути, оценочные мероприятия позволили, скажем так, сложить некоторые еще теоретические блоки, которые не получалось на практике проверить на этом конкурсе, где очень специфичная обстановка. То есть это действительно тяжелая процедура для психики. А какая там обстановка? Вот специфичная. Ну что, то есть вот вы сидите все, вот, грубо говоря, вот люди сидят рядом, и вы понимаете, что вы все конкуренты. В том числе, да. То есть там... То есть, с одной стороны, надо улыбаться, а с другой стороны, это твой конкурент. Там, с одной стороны, это командная игра. То есть задача поставлена так, что нужно решить определенный управленческий кейс. И опять же, сейчас кейсы не буду рассказывать, и глубокие детали, потому что это нарушает правила конкурса. Ну да, это нельзя. Да. Расскажу просто общую концепцию, чтобы было понимание, то есть как... почему это действительно тяжело. Есть задача, которую нужно решить команде. То есть команда, там, неважно, 5 человек или 10, не суть. Но смысл в том, что это команда. Но каждый из членов этой команды хочет победить в личном зачете. И вот в этом, как бы, есть некое противоречие, когда можно объединиться и сделать вин-вин. То есть все выиграют так или иначе. Но кто-то из этой команды все равно понимает, что он отстающий. И для него вин-вин не работает. Он понимает, что он отстает от других участников. То есть, ну, это видно прямо даже в глазах. То есть есть люди за столом в твоей команде, кто понимает, что они не смогут. Ну, не тянут они за все. Да, да. Есть, наоборот, другие, которые считают, что я первый, я главный, и мне команда не нужна. То есть это первое противоречие, которое встречается на протяжении всех оценочных мероприятий. Второе, это то, что в целом очень сжатые временные отрезки, много задач, мало времени на отдых, на перерыв, на кофе, на обед. Это начинается с раннего утра и заканчивается поздним вечером. По сути, после оценочного дня ты идешь, если получилось, условно, поужинал, или если диета не позволяет, то сразу душ, спать, с утра просыпаешься, завтрак и снова за работу. То есть, по сути, это имитация, скажем так, твоего управленческого дня, но еще более расширенная. Ну, жестко, жестко. Да, потому что мы на работе все равно можем попить кофе, пообщаться с соседним отделом, там, 15 минут просто, скажем так, расслабить мозг. Там этого не получается. И так идут два дня. Третий день уже, да, попроще. То есть, в этом плане, я говорю, ну, действительно, уникальное событие, ну, к примеру, лично для меня, я в таких ситуациях не был. Я был в других ситуациях, где у тебя за 30 минут сжатые сроки, очень кризисная ситуация, она сильно жестче, чем оценочные мероприятия. Но это быстро, и ты либо решил, либо не решил, либо справился, либо не справился. Да, там могут быть и последствия, в том числе, там, юридические и так далее, ну, в реальной жизни. Здесь, конечно, с одной стороны, безопасная среда, но она действительно более, как бы, жесткая на длинном промежутке времени. Поэтому это действительно, ну, испытание, скажем так. Это стресс. И ты с ним боролся. Да, и вот именно вот этот опыт, эмпирический, получилось, так или иначе, передать на мастер-классе. И, действительно, обратная связь была такая, что коллегам из муниципальных служб было полезно, было интересно. То есть, вот это взвешенное отношение, трезвое, не такое, что, а давайте все начнем заниматься физкультурой. А у человека времени на это нет. Он в реальной жизни живет, а не на YouTube-канале. Поэтому это было очень ценно. До школьников еще не добрался, но думаю, что вот март-апрель-май, так или иначе, буду чаще появляться в Амарской области. Обязательно в Тольятти проведу, потому что Тольятти – это родной город для меня. Проведем обязательно мероприятие, да, поделиться опытом, возможно, вдохновить кого-то из школьников, может быть, студентов. Чем еще конкурс? Коллеги Ставлоги обещали помочь с этим. Ну, конечно, для них-то это, без этого не просто. Я считаю, такой опыт, ну, грех не использовать и грех его не взять в себя. Чем еще удивил конкурс? Вот что еще удивило? У нас было одно задание в части, вот как раз поделиться опытом. Одно задание в рамках финала. Мы выезжали в школы, в школы Нижнего Новгорода. Мы, спрашивали, были в разных школах. Мы проводили мастер-класс для школьников от 7-го до 11-го класса по ценностям. Это тоже очень важно было, взаимодействие с новым коллективом, который по возрасту совершенно далеко от того, с кем ты сейчас общаешься. То есть это был педагогический опыт и опыт наставничества, и опыт такого стороннего уважаемого взрослого. То есть ты не родитель, не учитель, не равный, но вот уважаемый взрослый со стороны. Очень дорого было. Еще что-то удивляло? Или, так сказать, вот эта история конкурса, вот она уже как бы максимальная такая? Нет, на самом деле, да, школьники тоже удивили. Удивили тем, что они были, как сказать, ну, каждый коллектив делится на группы. И в этом плане меня школьники в Нижнем Новгороде удивили тем, что они были очень собраны. То есть очень большой процент, порядка 40% от всей аудитории школьников, они были достаточно активны. И самое главное, не стеснялись задавать неудобные вопросы, чтобы было очень приятно. То есть они ставили под сомнение, например, ценности. Они обсуждали, а действительно ли это ценность или нет. А что делать, если в моем случае деньги для меня сейчас ценность. То есть, да, хотя деньги так или иначе в парадигме ФЗ и в целом концепте, то есть не могут быть ценностью. Но с другой стороны, да, в мировоззрении ребенка сейчас это ценность. И это имеет место быть в его конкретном мировоззрении, и это неплохо. Но главное, что он это озвучивает. А на моем уроке еще был директор школы. И в этом плане, то есть это была явная смелость от школьников, что меня поразило. Мне было очень приятно, что... Три минуты осталось. Вопрос важнейший. Вот вы победили в окружном конкурсе. Вы суперфиналисты. Суперфиналисты получают по одному миллиону рублей на выбранную программу обучения в российских вузах. Вот, ребят, ну вы же и так умные. Где вы учиться-то будете? На что по миллиону потратиться? Миллион деньги немалые, хотя с другой стороны, может быть, не такие большие. Потому что то образование, которое вам интересно, вот кратенько. На что будешь тратить ты, например, Дарья? Конечно, на повышение квалификации в сфере управления. Я не хочу озвучивать сейчас конкретно. Конкретно вы не хотите пойти. Но квалификация в сфере управления, то есть, ясно. Я выбираю между вторым высшим и тоже повышением квалификации. И еще, насколько я знаю, у вас есть возможность встретиться с наставником из числа ведущегося. Ведущих управленцев России. Ведущих это для понимания. Ну, то есть, это руководитель Сбербанка и так далее. Вот, Дарья, с кем ты будешь встречаться? Ну, наставник еще должен выбрать нас. То есть, мы оставляем заявки. Хорошо, мечтаешь. Мне бы хотелось встретиться с Эльвирой Сахибзатовной. На Беуллиной. Глава Центробанка. Да, 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 да. И с Крышининником Павлом Владимировичем, человеком, который писал гражданский кодекс, и по учебникам которого я училась. Ага, понятно. А ты что? Я бы хотел встретиться с главой Росатома, Лихачевым Алексеем Евгеньевичем, да. Так. И? А что бы спросил, кстати? Зачем он тебе нужен? Мне нужен. Да. Мне интересна их стратегия развития на некоторых рынках. То есть, в этом плане, мне интересна Росатом не только как одна из крупнейших госкорпораций в России. Понял. И второй кто? И стратегия. Времени просто мало. А второй не скажу. Второй не скажешь. Хорошо. Ну, уважаемые друзья, я вам что хочу сказать. У вас впереди суперфинал, поэтому я вам искренне желаю победы, максимального результата. Потом возвращайтесь обратно в Самарскую область, потому что вы такие классные. Конечно, вам нужно работать здесь на благо нашего региона и на благо нашей страны в целом. Потому что вы на самом деле на таких, как вы, и держите экономика. Удачи вам. Спасибо. Я вам спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Дарья Игнатенко и Павел Корчагин, победители окружного финала конкурса «Лидеры России», участники суперфинала 20-24. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова